Здравствуйте! Меня зовут Юлия Тадеуш. Приветствую вас на канале Про Цветок. Сегодня будем говорить о розах и о весенних работах с ними. Вот это в принципе не первый выезд на дачу мой в этом году. Мы уже приезжали на 8 марта. Погода позволяет в этом году приоткрыть их немного раньше. Земля уже начинает подтаивать и в принципе можно уже заниматься розами. И это позволило мне еще 8 числа приоткрыть розы для проветривания, для того, чтобы можно было сегодня, несмотря на жаркую солнечную погоду, ну не жаркую, но солнечную погоду, розы уже открыть полностью. Если же вы первый раз приехали на дачу после зимы, то сразу розы открывать не стоит, потому что солнце может иссушить их. Нужно делать предварительное проветривание. А у меня как бы розы уже проветрились. Вот это на самом деле одно из таких самых тенистых вообще розариев моих, потому что тут достаточно, ну северная сторона, солнце здесь как бы жарит меньше всего. И эти укрытия в принципе оттаивают тоже позже всех. Вот, я их как бы еще не приоткрывала, поэтому после такого какого-то открытия я их обратно еще прикрою. Но сейчас мы можем заглянуть в самый такой волнующий момент, как же вообще в принципе наши розы перезимовали. Я хочу обратить внимание, что в данном укрытии вместе с розами под общим укрытием с ними зимует у меня и самшит, потому что в нашем климате он может подгорать на солнце, а под укрытием он прекрасно зимует, что вот мы сейчас и видим. И вот мы тут заглядываем, такой волнующий момент. Вы видите, что мое укрытие многослойное. Более того, я постоянно экспериментирую с современными строительными материалами. И вот в данном укрытии здесь использован еще вот такой строительный материал укрывной дополнительно под спонбондом, под слоем спонбонда. И вот мы открываем их. Ну и что мы видим? Наши розы перезимовали хорошо. Практически все зеленые, они уже на почечках. И мы можем их приоткрывать постепенно. Вот видно, как они хорошо перезимовали. Дуги пока не достаем, просто приоткрываем наше укрытие. Я всегда сверху укладываю более такой новый спонбонд. Под низ, если у меня есть, я укладываю старый, так чтобы не сильно рвалось. Но в данном случае у меня получилось вот это вот толстенное, похожее на одеяло, строительное укрытие. И вы видите, как под ним, вот насколько хорошие и зеленые розы, которые перезимовали под ним. Здесь у меня еще есть штамп. Могу вот вам как раз таки показать, какие неудачи вообще с штамбами нам всем грозят. Я всегда говорю, что штамбы, это такая культура просто поиграться и очень недолговременная. Хотя у меня есть штамбы очень долго зимующие. Но вот этот штамп, к сожалению, несмотря на то, что он, кстати, неплохо сохранился, но еще осенью пригибая, он сломался вот в этом месте, как вы видите, к сожалению. И вот это основная беда, даже если нам удается штамбы хорошо сохранить, и они будут зимовать, потому что я вижу, что ветки все еще сохраняют свой нормальный естественный вид. Но ствол становится настолько толстый, вы видите вообще его толщину, что он просто-напросто ломается осенью при пригибании, как бы аккуратно мы это не делали. Сейчас продолжаем приоткрывать, смотреть, что там у нас дальше. Здесь еще какие-то замерзшие куски. Можно их пока вот приоткрыть, то, что я говорила, и пока оставить временно, вот это укрытие. Сейчас мы пойдем к укрытию, которое уже было приоткрыто. Соответственно, снимать можно полностью. Вот это укрытие было у нас открыто 8 числа. Как вы видите, вот с одной стороны оно неплохо проветрилось, и поэтому мы сейчас снимем укрытие здесь полностью. Что у нас здесь зимовало? Здесь у нас зимовали розы флорибунда, есть пару кустов чайно-гибридных, пару кустов шрабов, и есть штамбовая роза, которая не сломалась, а значит, мы узнаем, как она вообще, в принципе, зимовала, и будет ли она жить дальше. Помогаем. И сверху вот вообще на сами розы я часто очень осенью укладываю вот такие вот уже старые куски спонбонда, которые порвались. Знаете для чего? Для того, чтобы более свежие куски спонбонда просто не рвались. Поэтому мне их жалко, а старые уже как бы не так сильно жалко. И вот мы здесь видим, как перезимовали наши розы. Я вам могу сказать, что они отлично себя чувствуют. В принципе, и вот наш штамб, который достаточно зеленый, с почечками. Мы поднимать его еще не будем, но так немножечко приподнимем для того, чтобы, отпустим для того, чтобы штамб начал постепенно приходить в свою вертикальную форму самостоятельно. Я немножечко сейчас скажу о последовательности вообще, в принципе, наших работ. Вот то, что я сказала, 8 числа я смогла приоткрыть уже свои розы для укрытия, делаю я только после того, и в тех местах, вот почему как бы одни уже были приоткрыты, другие нет, когда снег естественным образом уже сходит, и укрытие начинает оттаивать, и мы можем спокойно, не напрягаясь, не отрывая наш спонбонд, приоткрыть укрытие. Вот приоткрывать можно на этом этапе. Но открывать укрытие всегда, мало того, что как бы в пасмурную погоду, то, что я говорила, да, и лучше делать это поэтапно, с предварительным проветриванием, но самый основной показатель того, что с розами уже можно работать, оттаивший грунт. И я сейчас вам покажу, то есть как, в принципе, у меня легко очень втыкаются вилы. То есть вы видите, что земля уже рыхлая, это означает что? Что я могу их не просто открыть, я могу даже обрезать их и подкормить, если я, конечно, успею. Несмотря на то, что по, как бы, в принципе, по месяцам, если смотреть, то есть у нас еще март месяц, и это очень рано. Но мы всегда ориентируемся не на сроки, не на какие-то там нормы, на какие-то дни определенные и так далее, на месяца. Мы всегда смотрим по погоде и по тому состоянию в природе, которое в данный момент происходит. Потому что одну весну мы, может быть, только вообще в мае можем розы открыть, когда был хавьер, и снегом засыпало практически там на 2 метра в марте месяце. А другое дело, этот март, он совсем другой. Земля оттаяла, птицы прилетели, значит, мы можем уже работать с розами. Сейчас немножечко вообще о весенней обработке, которая тоже очень волнует многих, обрабатывать, не обрабатывать. Я так скажу, первая, необходима первая обработка сразу при первом проветривании. Для чего она в основном необходима? Для того, чтобы предотвратить серую гниль, которая может быть под укрытием, и инфекционный ожог. Но поскольку у меня, например, практически проветриваемые укрытия уже были, за счет того, что это спонбонд, он дышит. И у меня серые гнили уже давно в саду нет. И инфекционный ожог тоже, в принципе, достаточно успешно удается избегать. Крайне каких-то единичных случаев там происходят с инфекционным ожогом. Я вот эту раннюю обработку, самую первую, могу пропускать. Если же у вас проблемы такие есть, то нужно розы обрабатывать при первом проветривании. Вы просто заводите прямо опрыскиватель под укрытие и прыскаете свои розы под укрытием. Чем рекомендуется обрабатывать? Поскольку в это время достаточно холодно, использовать мы можем препараты, которые содержат медь. Но поскольку я сторонник более современных методов, более современных препаратов, поэтому это все-таки не медный купорос. Это скорее хом и оксихом препараты на основе меди, но с более как бы улучшенными формулами. Ими можно обработать. Сейчас, поскольку я вот лично в своем саду эту обработку пропустила, поскольку я знаю, что мои розы достаточно хорошо выглядят, я обработаю их уже после того, как я их обрежу и буду использовать препарат Ордан. На что стоит обратить внимание, на какие проблемы при первом открытии. Бывает так, что розы перезимовали достаточно влажно под укрытием, и мы уже сразу видим, что есть серая гниль или почерневшие какие-то гниющие кончики. И вот мы их вырезать должны практически сразу. Понятно, что мы делаем обработку, о которой я вам уже говорила. Плюс мы дополнительно вырезаем то, что у нас уже видно очень повреждено, и будет потом развиваться дальше, способствовать развитию болезни. Я укрываю, как вы видите, розы дышащим материалом. У меня это спонбонд или лутросил. Если вы укрываете розы с сухим укрытием, тем, который не дышит, например, как раньше укрывался рубероидом или еще чем-то, то, естественно, вам очень важно поймать момент открытия, как только начинает таять снег, первый, для проветривания, потому что именно в этих укрытиях розы страдают больше всего весной. Они начинают выпривать от влажности. Поэтому их проветрить как можно раньше не просто необходимо. Если я могу эту процедуру немножечко задержать в зависимости от своей занятости, у меня, я знаю, что дышат под спонбондом розы, то тем, кто укрывает розы очень плотно, не дышащими материалами, надо это сделать пораньше, позаботиться о них. Тем, кто укрывает только лапником или окучивает свои розы. Вот вы видите, у меня розы не окучены, я их вообще не окучиваю. Если окучка у вас размёрзла, то вы её аккуратно сейчас просто берёте и немножечко разгребаете, для того, чтобы начали прогреваться нижние почки у вашего куста. В принципе, всё. Убирайте еловые лапки, ваши розы на самом деле от солнца никак не были защищены всю зиму, поэтому им не грозит вот это вот, им не надо постепенное, поэтапное открытие. Их можно открыть практически сразу, убрать лапник и разокучить ваши кусты. На этом по открытию роз у меня всё. Желаю вам процветания, всего самого хорошего, чтобы ваши розы цвели и пахли, и радовали вас. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова